Приобретая семена в магазине иногда можно видеть, что семя имеет окраску. Некоторые семена покрыты специальным составом, в который входят микроэлементы и фунгицидные препараты. Такие семена имеют разноцветную оболочку и уже не требуют дополнительного замачивания. Более того, такое замачивание даже вредно, так как оно смоет микроэлементы. Что-то подобное подразумевает китайский способ выращивания рассады томатов. Метод Терехина и их по выращиванию томатов. В этом методе семена замачиваются в суспензии, которая готовится из горячей воды. 1 литр печной золлы. 2 столовых ложки выдерживаются семена в суспензии 3 часа, а затем перекладываются в раствор, который имеет фунгицидные свойства. Воды 1 литр марганцового кислого калия, 1 грамм дали и терехины рекомендуют положить семена в раствор эпины на 1 ночь, а затем в холодильник на сутки, якобы для закалки. А вот теперь можно приступать к посеву. Все возможные испытанные методы посева семян томатов условно можно разделить на Грунтовые. Посев грунт. С пикированием рассады. Без пикирования. Без грунтовые. В улитках. Пеленках. Туалетные бумаги. От того, какой метод выращивания выбран, зависит и тара, в которой будет она выращиваться. Если выбран метод без пикировки, то это означает, что каждому отдельному семечку необходимо свое жилище, и расти этот томат будет в нем до момента высадки в открытый грунт, или теплицу. Групповой метод. Выбирается ящик высотой 10-15 сантиметров. Наполняется грунтовой смесью, уплотняется. На землю раскладываются семена с расстоянием 5 сантиметров друг от друга. Укрывается землей. Накрывается пленкой и устанавливается на прорастание. Нельзя загущать посевы, если вы не планируете рассаживать подросшие растения. Если сортов много, можно для каждого отдельно брать емкость, ящик, цветочный горшок. А можно поделить ящик на пространство, поставив предварительные метки. Если предполагается пикировка рассады, то посевы можно проводить намного гуще. Расстояние 1 сантиметр друг от друга вполне достаточно, ведь томаты пробудут в этой емкости совершенно недолго. Индивидуальный метод. Такой метод подразумевает использовать для каждого семечка отдельный горшок, пластиковый стаканчик, стаканчик, свернутый из бумаги, газеты, полиэтиленовые пленки, используются торфяные таблетки для рассады, то есть все то, что даст возможность развиваться корневой системе автономно и индивидуально. Опытные овощеводы начинают процесс выращивания из маленьких стаканчиков, емкостью на 5-10 грамм, пластиковые рюмки. Когда рассада подрастет и освоит земляной ком, они делают перевалку в стаканчике емкостью 200 грамм, а далее, если того требует растение в стаканы по оль 5 литра. Для выращивания рассада умельцы используют все что можно, пакеты из-под молока и соков, бывшие в употреблении стаканчики и обрезные бутылки, пластиковые упаковки из-под сметаны, майонеза и огурца, в общем, все, что можно использовать. Как оказалось, рассада помидоров в яичной скорлупе, также возможна. При употреблении яиц, скорлупу разбивают очень осторожно, так чтобы большая часть ее была по возможности целой. В дне проделывают шилом маленькое отверстие, для стока воды, насыпают грунт и высевают семечко. Скорлупу устанавливают в бумажный или пластиковый лоток из-под яиц и там выращивают рассаду. Этот метод предусматривает и посадку вместе со скорлупой, не разрушая ее. Тот, кто уже успел использовать посадку со скорлупой, поняли, что скорлупа не в состоянии разложиться за один сезон. Поэтому при посадке следует нарушить ее целостность, раздушить, либо отдать предпочтение другому методу в связи с тем, что корневой системе в скорлупе куриных яиц тесно, а страусовые дорого. Торфяные таблетки. Что касается торфяных таблеток, то этот метод очень хорош, но каждое посаженное растение увеличит свою себестоимость на цену таблетки. А если рассады нужно много, то и вложения будут немалыми. Справедливости ради нужно отметить, что торфяные таблетки просто универсальны для выращивания семени томатов. Состав их сбалансирован и имеет все необходимые питательные вещества для дружного старта, от которого порой зависит и плодоношение. Используя торфяные таблетки нет нужды в стаканчиках и прочих емкостях, однако нужна огромная подставка, куда будут установлены торфяные таблетки и это налагает свой отпечаток. Хотя и в этом народ преуспел и решил использовать те же пакеты из-под молока, только развернутые поперек и разрезанные. В ход идут пластиковые крышки от тортов, контейнеры, судочки и все то, что можно приспособить. Удобство торфяных таблеток состоит и в том, что высаживание проходит вместе с ними, а при этом земляной ком не нарушается и время на удаление емкости и вытряхивание рассады не тратится, посев пеленки. Не так давно огородников захватила волна улиток и пеленок. Многие уже успели испробовать иметь на этот счет свое собственное мнение. Некоторым понравилось, а иные вернулись к традиционным методам выращивания рассады. Рассада в пеленках из пленки выращивается с непременным пикированием, поскольку то количество грунта, которое может в себе вместить пеленку очень мало и развитие корневой системы в нем невозможно. Из полиэтиленовой пленки нарезаются полоски шириной 20 см и расстилаются на столе. На центральную часть накладывается грунтовая смесь слоем 1 см, уплотняется, а поверх с расстоянием в 2-3 см укладываются семена томатов. Сверху семена покрывается грунтом слоем 1,5 см и нижний край пленки подворачивается и все сворачивается трубочкой. Устанавливается это огород в емкость, поливается из пульверизатора и отправляется в теплое место на прорастание. Как только покажутся первые всходы, внутрь улитки добавляется грунтовая смесь и выставляется на самый светлый подоконник или под фитолампу. Выращивание проходит до появления первого настоящего листа. Далее пеленка разворачивается, и рассада пикируется в индивидуальные стаканчики. Может метод и хорош. Вот только непонятно, зачем такие сложности, в чем разница между этим методом и простым посевом смен в горшок с последующей пикировкой. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok